В Брюсселе состоялись судебные слушания по делу Салаха Абдеслама, главного подозреваемого в организации парижских терактов. Напомню, осенью 2015-го в столице Франции погибли 130 человек, 400 были ранены. Какое наказание ждет преступника, расскажет Елена Абрамович. Брюссельский суд. Именно здесь решается сейчас судьба Салаха Абдеслама. Так как после парижских терактов он сбежал в Бельгию и прятался тут 4 месяца. Абдеслама задержали в брюссельском районе Малинбек в марте 2016-го. Операция напоминала кадры из боевика, оцепленные улицы, перестрелки. Именно за огонь в сторону полицейских Абдеслама и судят в Бельгии. За теракты будут судить позже, во Франции. Это был последний этап слушаний по Абдесламу. Решение суд вынесет 23 апреля. Федеральный прокурор потребовал 20 лет заключения. Абдеслам отсутствовал на этом слушании, а на предыдущем отказался свидетельствовать. Даже наедине с адвокатом. Французы ждут его показаний с нетерпением. Из 9 подозреваемых Абдеслам единственный, кто не задействовал пояс смертника и выжил. Почему он не подорвал себя, как его старший брат Брахим, который устроил теракт в кафе неподалеку от концертного клуба Батаклан? Был ли его пояс смертника, который нашли в мусоре неисправным? Или же он передумал? Абдеслам не отвечает. Он верит в Аллаха и не боится суда, сказал Абдеслам на предыдущем слушании в феврале. И считает, судьи привзято относятся к мусульманам. Их судят беспощадно. Нет презумпции невиновности. Нет ничего. Мы сразу же виновны. Вуаля. Мое молчание не означает, что я виновен. Это моя защита. Такое поведение воспринимается молодыми мусульманами, склонными к радикализму, как героизм, пишут западные СМИ. И чем дольше будут тянуться суды, тем больше последователей Абдеслама может активизироваться. Последнее событие во Франции, когда молодой француз марокканского происхождения требовал освобождения Абдеслама и убил несколько человек, яркий тому пример. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.